Сравни вот этот паяльник советский. Вообще даже не знаю, или он работает с этим паяльником. 41 ватт при нагреве должен потом снизить мощность на этом заранее выставлю максимальную температуру. Потом написано 60 ватт, но эти 60 ватт только при при старте, при самом нагреве, потом она снижается. А тут вообще-то и не снижается, но уже запахло таким запахом в деревне. Ой, мама что, деревянным запахом я из деревни привез, вот так засмердела сильно, чего тяжко. Фортку можно открыть. Мощность почему-то не снижается странно. Немножко только снизилась. Вот вытяжка тут дует. Но это все равно лучше, чем мне прямо под нос и в моей лёжке. А там дым рассеется и по всей комнате, и там... Потом в вентиляционные отверстия попадет на сосед. Все, мне прямо сконцентрированный дым в нос. В дыхательные пути. Мощность не снижается почему-то. Смотрю индикаторную отвертку. Вот или током он бьется или нет. На корпус замыкания вроде бы нет. Ооо, заплавиться бьется. и выкладывается манитет вроде бы нагрелся этот 252 тоже нужно потом проверить но мощность почему-то на него не упала нагреве вроде бы падает сопротивление повышается ладно хватит теперь вот этот у этого еще такой провод очень мягкий и у этого такой мягкий не такой четвертый по отношению к толщине вот этот анакс мы подключаем а так эта фишка не нужна вот 97 вот 82 73 66 62 56 вот за счет того что он при старте очень большую мощность потребляет он очень быстро нагревается он уже наверно нагрелся вот вот уже плавит 39 пад тут очень сильно вот падает но это видимо падает и мощность потребляемая того что он нагрелся так быстро что сопротивление то есть повысилось от того что там какой-то датчик есть видимо он тогда регулирует хотя может и от сопротивления точно может там очень она такая другая чем вот в этом паяльнике может она там очень больших величин температура нагревается вот уже 33 ватта вот как клавик чуть дотронешься и уже все расплавляется вот эти вот твердые куски которым с обычными паяльниками трудно они клали вот так я думаю его машине вот похоже мощность уже не падает 32 ватта и вот так на среднем где-то настроишь его лучше вот 20 ватт на среднем на минимальном 15, 12, 13 он на среднем будет примерно не выключаю еще вот этот паяльник проверить хочет он уже вот включен у меня розеток не хватало лучше его можно будет вытащить в общем этот паяльник тоже вот такой малюсенький и 40 ватт а этот такой огромный 150 ватт я включаю на 133 ватт тоже не 150 ватт но он достаточно дорого очень стоил вот уже он выпаял в эту часть в общем это такой как бы красиво сделан но не знаю не нравится он очень долго нагревается он не сравнишь с этим этот нагрелся еще горяч вот вот это правильный когда вот так правильнее когда вот такие накладываются тогда никогда не колебаются вот эти потом разжатываются очень не люблю вот такие вот вот это как бы старомодное это я покупал в обычном магазине электроники не не интернет на магазине в этом он такой в общем в общем как бы я зря его покупал я бы теперь его бы не купил знаю все его характеристики что на алиэкспресс можно гораздо дешевле и гораздо лучше паяльник купить более современный более лучше еще вот такой паяльник есть для вырезка под деревом как-то мне он понравился думаю хочется попробовать у меня эти обычные паяльники они перегорали и поэтому я думал ну может как-то под деревом они были качественно сделаны там запас больше чтобы долго они могли работать поэтому купил вот такой там еще вот эта штучка есть нужно зацепить он хорошо держит тоже вот этот есть вон у него эти такие примочки какие-то с другого металла думаю может они не так будут изнашиваться как по сравнению с этим изнашивается эта нить а тут латунные похожие наконечники но тоже винтиком нужно закручивать потом разбалтывается и нагрев и нагрев нехорошо передается к нему в общем я то покупал в обычном магазине зараженные товары продают ну как бы тоже такой словно нехороший по сравнению с которыми я имел они вообще у меня перегорали если я забывал их оставлять этот то хоть не перегорел но теперь тоже бы я не покупал знаю его все особенности он достаточно дорого стоил вот этот дороже чем этот он намного дороже и этот намного дороже чем этот потолку от них мощность не падает вот при нагреве вроде бы должна падать ну там видимо не такой сильный нагрев чтоб до свечения доходило поэтому она там сильно не падает сопротивление не увеличивается сильно вот посмотрим теперь или можно паять я столько долго ждал вот его вот он еще и не паяет ну как то ну маленький это должен паять маленький паяет вот этот ну и это уже паять не только много столько много ждал в общем эти паять у них где то на деревню отвозить или нет не знаю а еще вот этот 30 ватный пьяник который где то 10 вольт питается потому что он может еще и перегореть ну я думаю запас если не перегорит а 12 просто вот этот слабый блок питания и он просадка идет ну да подключает его и до 10 вольт падает ну теперь мне он как бы тоже не нужен и буду пользоваться вот этим температурой очень хорошо что если такая нужна и и место много не занимает и провод очень такой мягкий не то что вот этот не очень мягкий он нагревается быстрее вот 130 больше там ничего не падает выключаю в общем ну вот этот 5 ватный паяльник тоже у меня раньше очень нравился но теперь наверное тоже не буду пользоваться из-за этого паяльника за этим мне еще более все удобно паять пока сколько я вижу он на самом деле где-то 5 ватт потребляет вы сбы паяли раз пришло дело по паяльникам похоже как он паяет и тоже достаточно быстро нагревается ему вот нужно такое еще блок питания можно и поменьше он там на самом деле 1 ампер потребляет этот где-то 2 ампера вот ой я его накрывать же положу вот 5 ватт ровно даже учитывая кпд этого блока питания 8 процентов там на самом деле меньше чем 5 ватт там где-то 4 ватта но тем не менее он был мой любимый паяльник до этого паяльника быстро нагревается хорошо паяльник 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 который питается от этого блока питания от этого паяльника сколько он потребляет вот нужно включить еще на этом пути вот 39 ватт но на самом деле он учитывая этот низкий очень кпд там поэтому он на самом деле где-то 20 25 ватт на самом паяльнике а еще вот этот померить надо 39 ватт однотопный и этот мне тоже все померить начал проверять все паяльники ну в общем там думаю сильно ничего не понимаетесь 39 ватт ну вот этот тут он 100 ватт написано но ну у него какая-то фишка сгорела вот этот вот перегорел и я поставил железный остальную вот включаю вот 50 ватт но при нагреве тут он потом падает ну он тоже почти не паяет но уже паяет где-то 35 ватт может будет где-то после того когда он греет тут можно конечно поставить на более такую еще укорочить сперва он был подлиннее этот но тогда слабовато паял я укоротил вот этот провод стальной и теперь он но даже и теперь он очень мало потребляет поэтому можно еще укоротить он еще будет лучше паять ну просто будет лучше паять но и больше шанс будет что будет перегорать быстрее этот провод так в общем я его брал что из-за того что быстро нагревается это главная причина была но учитывая как этот быстро нагревается даже быстрее наверное чем этот ну и его очевидцы еще легче то это тоже что зря я его брал бы знал бы про его его не брал и он тоже где-то в три раза дороже стал чем этот если не четыре в общем это клави тяжелый в общем это все ерунда с паяльником вот кроме этого и этого более менее ну и этот еще можно более оценить хорошо потому что у него вот этот закладывается а не вот эти которые потом разбалтываются этот по дереву паяли тоже не паял достаточно удобный был мне на то время когда других альтернатив не было это регулировать мощность как бы можно вот 14 ватт подключу вот 2 то он 30 ватт ну тоже это в магазине как бы очень большой соблазн всякой кемии не накупить и все похоже там уже больше не будет снижать свою мощность свою мощность свою мощность сейчас это и так что это это будет с